Рай дальше. Райская жизнь. Жизнь вечную природу имеет, дорогие мои друзья. Если вы живете в своей обиде, то значит нет у вас настоящей жизни. Нет у вас веры в Бога, нет у вас какой-то глубокой цели. Просто скупое желание иметь что-то свое в этом мире, которое по факту ни у кого здесь не реализуется. Потому что земля не предназначена для счастья, она предназначена для сдачи экзаменов. И эти экзамены или придется сдавать, или тогда жизнь будет несчастной и обиженной. Но когда человек правильно настраивается на этот мир, на эту жизнь, его сердце облегчается, он наполняется с одной стороны интенсивной жизнью, самоотверженной жизнью, а с другой стороны наполняется чистотой внутри, радостью, благородством. Так можно облегчить свое сердце. Только так. Вот эти все вот погружения в обиду, проработка обиды, проговаривание обиды, все это не поможет. Потому что обида всего лишь отсутствие знания о цели человеческой жизни. Ты просто не понимаешь, зачем ты живешь на этой земле. Поэтому ты обижаешься, расстраиваешься. Ты не знаешь, что жизнь вечную природу имеет. Этого ты тоже не знаешь. Поэтому ты обижаешься на смерть близких людей, на уход их из жизни. А еще ты не знаешь, что твое настроение, в котором ты принял уход близкого человека, является скупым настроением. Потому что они близким людям, которые ушли, это не поможет. Не тебе. Правильное настроение – это смелое настроение. Я как-то в Риге читал лекцию. И муж с женой, они оба профессора. И профессора, то есть они у них всю жизнь посвятили науке. С молодости вместе, с 19 лет они создали семью, и уже в возрасте они остались вместе. Никогда не изменяли друг другу. Такие очень интеллигентные люди. И они заинтересовались смыслом человеческой жизни очень сильно. И мужчина попросился ко мне на консультацию, на беседу. Тогда я подолгу разговаривал после лекции с людьми. Вот я сел с ними, начал рассказывать, что... И у него был только один вопрос ко мне. Нужно ли принять живого духовного учителя, или достаточно просто святому поклоняться? И мы долго... Он ученый такой, мы долго с ним рассуждали. И в тот момент, когда он понял, что надо все-таки иметь наставника живого в жизни, что это очень важно, в этот момент у него начало повышаться давление, и произошел инсульт. И настолько тяжелый инсульт, что он прямо на глазах начал ухаживать из жизни. Мы вызвали скорую помощь, и начал на тот, на точки нажимать, чтобы как-то его спасти. И он как-то дышал еще какое-то время. Но интересно вела себя его жена. Она смотрела на него с улыбкой на лице. Я ее подбадривал, говорю, не волнуйтесь, все будет хорошо, сейчас приедет скорая помощь. Скорая помощь действительно приехала. Ну, а у нее ничего не менялось. Она смотрела на него с любовью, радостью. И когда я узнал, что он ушел из жизни на следующий день, я пригласил к себе домой эту женщину. Я взял у нее до этого телефон. Вот. Она пришла ко мне, села на диванчик. Я увидел, что вот эта чистота и свет ее остается в ее глазах. Она такая легкая улыбка на лице, чистота и светлая память такая, светлая. Я говорю, как вы воспринимаете сейчас ситуацию? Она говорит, я очень благодарна этому человеку за то, что он дал мне в жизни. И я испытываю большое счастье от той памяти, которую я имею сейчас в результате нашей жизни. Вот. И я понял, что вот он, святой человек. Вот оно, правильное мышление. Вот он, подвиг настоящий. Вот оно, правильное восприятие мира. Понимаете? И, а ей не надо даже было молиться. Она просто своим состоянием очищала сердце того, кто ушел из жизни от страданий. Просто потому, что она такая. И понимаете, эти люди сто процентов будут вместе в следующей жизни. Потому что они сдали все свои экзамены. Очень важно вот эти вещи понимать. Чистая, светлая жизнь не заставила страдать и плакать. Она дала продолжение. Потому что они не расстались. Она не приняла расставания. Она испытывала чистоту в своем сердце. И вот эта чистая, светлая память, она не могла ничем оскверниться. Она просто думала об этом. И все. Эти люди не жили для себя всю жизнь. Они заботились о других. И поэтому ничего не помешало им быть светлыми и радостными даже в момент разлуки. Понимаете, люди, которые сильно зациклены на себе, постоянно больные. Они постоянно страдают, болеют, мучаются. И единственная причина этих страданий – это очень сильная прикованность к себе. Вот, допустим, если взять психические заболевания. Что это такое? Это просто сильная прикованность к себе. И все. Если человек начинает служить другим, заботиться, он быстро уходит из этого состояния. Шизофрения означает сильная погруженность в себя. Вот, допустим, это вот заболевание. Психопатия – это когда ты не согласен с этим миром, бунтуешь против него. У тебя приступы наступают, протесты вот этого. Понимаете, все, что мы видим вокруг себя в этом мире, это всегда нам говорит только об одном. Попытайся настроиться правильно на эту жизнь. И твое сердце однозначно возрадуется и станет лучше и чище. Понимаете, есть люди, которые испытали столько страданий в жизни, что нам даже и не снилось. Но при этом они радостные и спокойные. Почему? Потому что они сделали правильные выводы из этой жизни. А если человек не сильно страдал, то он всегда такой замученный, несчастный, больной, обиженный. Вот посмотрите, молодые люди чаще всего обижаются, да? А в возрасте, допустим, человек, он не обижается уже. Почему? Ну, потому что он знает, что здесь ловить нечего на этой земле. Чего обижаться-то?